Что ты купил на распродаже? Кучу нижнего белья. А ты какие носишь? Боксер. Мне правда не нравится приложение Алиэкспресс. Значит, наша рекламная кампания на тебя не сработала. Ну это какая-то жесть. Вот это делать неправильно. С чего ты начал маркетинг? Врать не буду, но буду ломаться. Ну у тебя какой стиль управления? Авторитарный? Прикрикнуть можешь? Когда ты последний раз плакал? Сложный вопрос. Что здесь такого, что тебе здесь настолько кайфово? Каждое утро я просыпаюсь. Класс. Распродаж. Это Алиэкспресс. Только на Алиэкспресс. Друзья, это предновогодний выпуск. И у меня в гостях Олег Лебедев, мой любимый VP бренд-маркетинг Алиэкспресс Россия. Олег, привет. Всем привет. Привет, Аня. Что ты купил на распродаже 11.11 и на Черной Пятнице? Я купил кучу нижнего белья. Себе? Да, себе. Некрасно. Да, босс. А ты какие носишь? А? Чтобы мы сразу же все знали про тебя. Как это называется? Боксеры? Боксеры, да. Класс. Я ношу боксеры. Я ношу боксеры. Так. Чайчики наношу. А что, прям дешево было? Прям дешево было? Да, было дешево. Да, было реально очень дешево. Еще что? Что еще купил? Еще купил, можно как называется, ирригатор зубной. Купил, разумеется, плед лаваш, потому что надо было подарить на твоей конференции. Так. Слушай, еще что-то накупил, не знаю, тысяча на 20, наверное, что-то накупил. Короче, накупил. Да. Это правда или миф, что в распродаже можно что-то сэкономить? Конечно, это правда. Это правда? Слушай, ну 25 миллионов заказов, ну, наверняка, наверняка такое количество людей не могут ошибиться. Ну, я-то живу в парадигме, лучший способ сэкономить Черную пятницу – ничего не покупать. Потому что если ты это все покупаешь, а еще 11-го, 11-го, потом 25-го, откуда у людей столько денег? Скажи, пожалуйста, вот вы 11-го, 11-го на 33 миллиарда рублей, да, что-то продали. А что продали 25-го, закончились деньги у людей? Нет, не закончились, это все продолжается. Это все продолжается, появляются какие-то новые товары, потом, поверишь или нет, не все еще знают о 11-11, и многие знают только о Черной пятнице, поэтому приходят на Черную пятницу в том числе. Потом Черная пятница – это же такой тоже очень известный день распродажи, может быть, чуть-чуть более известный, чем 11-11, и поэтому люди просто приходят на распродажи. В итоге ты уже понимаешь, сколько миллиардов рублей на 25-е число, ну, с 25-го по 28-е, да, у вас потрачены? А, нет, еще не знаю, но вот в понедельник узнаем. Но по ощущениям это будет больше или все-таки меньше? Это будет меньше, да. Это будет меньше? Да, это будет абсолютно точно меньше 11-11, это наша самая главная распродажа кода. А так у всех маркетплейсов или только у вас? Нет, 11-11 – это, несмотря на то, что очень многие маркетплейсы, вообще другие бренды заходят на эту территорию и пытаются сделать большое мероприятие из-за этого и большую распродажу, это наша распродажа, и я надеюсь и верю в то, что это останется навсегда, действительно, нашей большой распродажей, и мы будем всегда продавать больше всех. Ну, и на самом деле у этого дня очень интересная история. Не все, наверное, знают, что на самом-то деле 11-11 было придумано в Китае китайскими студентами под день холостяка, правильно я говорю? Да, все правильно. Расскажи, пожалуйста, просите люди вообще, почему это ваша распродажа, и, кстати, видишь, не очень-то и ваша, это китайские студенты, а Алибаба просто потом посуетилась вовремя. Ну, на самом деле 11-11 – это гигантская распродажа в Китае вообще, это тоже не принадлежит как торговый знак, например, Алибабе в Китае, вот, а те цифры 11-11 – это обозначает одиночек, те люди, которые в одиночестве в этот день, которые, может быть, немножко грустные, хочется себя как-то подбодрить и почувствовать себя, какую-то заботу, что-то приятное себе сделать. И как раз-таки вокруг этого так возникла эта идея «День холостяка». Но мы здесь, в России, для нас это не «День холостяка», это «Всемирный день шопинга», это самая большая распродажа года, вот и все. Но все равно истоки в Алибабе китайском. Истоки, да, да, конечно. И в этом году к вам чудесным образом присоединились все к этой цифре. Каждый год пытаются. И в этом году как-то был масштабный, Азон масштабный, рекламная кампания у него была масштабная. Что вы чувствовали? Вы такие, эх, блин, мало того, что вы тоже взяли наш праздник, еще и бедного Галкина туда приписали. Это было прям очень смешно, все порадовались, конечно. Друзья, если вы не знаете, вышла статья, в которой написали, что Азон запустил рекламу с Гагариной и Максимом Галкиным на 11 ноября. Мы все посмеялись, и Азон тоже посмеялся по этому поводу. Но это на самом деле показывает, насколько Максим Галкин на 11.11 вообще в принципе влезло в головы людям. Что это становится каким-то знаковым важным событием. И не мудрено, что такие ошибки случаются. Это понятно. А что вы чувствовали, что ваш праздник начинают забирать? Они не смогут забрать наш праздник. Я думаю, что на самом деле это классно, что другие компании приходят на эту территорию и тоже говорят о 11.11. Потому что это просто расширяет рынок. Это рассказывает всем людям, что есть такая классная распродажа. Но это просто всегда останется нашим. Слушай, ну для нас это на самом деле очень эмоциональное событие. Это как рождение ребенка. Каждый год. Этого никто не поймет из наших конкурентов, сколько сил, сколько эмоций, сколько сердца вкладывается в эту распродажу. Это надо прожить несколько лет, чтобы почувствовать, что это такое. Я думаю, что для других это будет просто еще одна распродажа в году, у которых там десятки. Вот уже 4 года ты занимаешься бренд-коммуникациями в Алиэкспресс России. И раньше у тебя не такой веселенький был опыт. У тебя там не пели, не танцевали, ребенка каждый год не рождали. Давай расскажем твою интереснейшую историю, на мой взгляд. Когда я узнала ее, правда не здесь на интервью, а в баре, тоже тут недалеко в Сити, я была в шоке. Ты практически человек мира, где ты только не был, где ты только не работал, и это все было в Европах, зарубежных. Расскажи, с чего ты начал маркетинг и в каком городе? Маркетинг я начал... Сейчас вспомню, в каком году. Это был 2004, наверное, год. Да, 2004 год. Это был город Брук в Швейцарии, когда я работал в G-Capital банке в Швейцарии. Вот там я начал заниматься маркетингом. Поначалу это был банк, который занимался потребительскими кредитами и автокредитами. И маркетинг был такой, в основном, автокредитный. То есть это point of sale, это наружка немножко. Ну, такой, не самый интересный. Потом в 2004 год дичитал практически еще тогда не было. Поэтому такой достаточно стандартный традиционный маркетинг, который потом продолжился в Австрии, тоже G-Capital банк. Тебя туда перелацировали? Да, да, да. С повышением или как-то? Да, да, с повышением. Я занимался тогда не только маркетингом, но и продажами. Я вообще пришел в маркетинг из продаж. И там я продолжил заниматься и продажами, и маркетингом. И там было чуть-чуть больше, но очень, ну, как бы, похоже. И, да, то есть это получается сколько? 15-16 лет, да? Назад? Да. Да. Боже мой, только ты совсем юный был. Я был совсем юный. Сколько тебе было? Не скажу. Ну скажи, Ларин, что ты как? Ломаешься. Нет, буду ломаться. Ну, нет, ну скажи, 2004 год. Ну, тебе лет 25 было. Нет, не буду ломаться. Нет, врать не буду, но буду ломаться. Ладно, я проверю и тут напишу все равно, но что ты? Не, не напишешь. Так, хорошо. Сколько ты проработал в Австрии? В Австрии где-то три с половиной года. Вот, потом, а потом я, вообще, я работал в компанию G Capital, я в ней работал долгое время, мне там очень нравилось, но потом компания изменилась, и я решил перейти в Барклис в Лондоне, и это был корпоративный банк, то есть это как бы B2B история, вот, и там... В костюмчике, в галстучке. В костюмчике, в галстучке, да. Да, я же, кстати, сейчас одна из причин, что мне так классно вообще, что мне не нужно носить костюм и галстук, у меня остался один костюм с тех времен, вот он висит в шкафу, и я его, не знаю, раз в год достаю на какое-то мероприятие, вот, и потом с радостью вешу его назад, потому что это... Он уже устарел, скорее всего. Это ужас. Сколько времени прошло, Олег? Слушай, да. Закажи себе новый на Алиэкспресс. Хорошо, хорошо, договорились. Вот, ты в Лондоне? Да. Живешь, работаешь? Да, живу, работаю, там я работал, я работал два года, это был, это был маркетинг в B2B с корпорациями, вот, а потом после этого случилось мое возвращение в Россию, это был 2010 год, вот, и я, я приехал, приехал работать в компанию «Интачи Страхование». И там уже оседлость пришла в твою жизнь. Да, и так началась, так началась российская история, продолжилась. Друзья, привет! Сегодня мы продолжаем рассказ о классных компаниях, которые ищут в команду классных людей. Я нахожусь в офисе Реалвеб, одном из крупнейших диджитал-агентств в России. И специально для вас сегодня я узнаю, каких специалистов ищет Реалвеб, а главное, на каких корпоративных принципах строится и работа, и команда в агентстве. Погнали! Олесь, привет! Ну, ты как главный босс, расскажи, пожалуйста, почему в Реалвебе так круто работать? Ну, во-первых, у нас есть понятные для всей команды принципы и ценности. Мы очень командные игроки, и несмотря на то, что все очень разные, все звезды, все очень яркие, разных национальностей, цвета кожи, с разными интересами, мы их все вот так вот в одно созвездие объединили. Вот, и знаешь, как эмержентная система, которая сама себя усиливает, лучшие качества каждого человека, они усиливают результаты. Во-вторых, мы очень любим задавать себе самые разные сложные вопросы. Например, вопрос, а что дальше? А как еще? А как еще лучше? Вот, все они позволяют нам часто опережать рынок. Про Телеграм вы же уже слышали? Наверняка. Вы же уже слышали про Телеграм? Именно группа компании Реалвеб и Центра первыми запустили рекламу в Телеграме. И это еще не конец. Ну, а в-третьих, мы имеем у себя в ДНК вот эту культуру побед. Мы понимаем, что процесс тоже очень важен, важно получать удовольствие от работы каждый день, но все-таки победа и результат – это главное для нас. Сережа, расскажи, кого вы ищете и на каких условиях? Мы ищем контекстников, медлов, синьеров. Мы ищем, конечно же, аккаунтов. Медлов и синьеров. Тематики абсолютно разные. FMCG, фарма, недвижимости, e-com, банки. Рады будем абсолютно всем. Но самое главное, у нас очень много аналитиков, 50 человек. Мы рады нашим руководителям, но нам категорически не хватает группхедов. Будем рады группхедам отзывать на вакансии, зарплаты в рынке, вся информация открыта в HeadHunter. Приходите к нам. Класс. А переработок много? Сразу признавайся честно. Все как в реальной жизни. Кого штырит, кому нравится работать, они сами перерабатывают. Кто хочет жить классической пятидневкой, мы таким специалистам тоже рады. Все только ради эффективности. Чем вы тут занимаетесь, кроме работы? Слушай, мы здесь занимаемся всем, чем только возможно. Мы здесь, кроме работы, отдыхаем, общаемся с друзьями, пьем с клиентами в баре, например. Занимаемся йогой, играем в настольные игры. Ну, в общем, творим. Стоим на гвоздях. Творим, созидаем и получаем удовольствие. В общем, у вас круто работать? Очень. Если ты смелый, ловкий, умелый, приходи, пожалуйста, мы очень ждем тебя в команду. И постоишь на гвоздях. Ну что, я так понимаю, HR-рубрика Нота Бена признана состоявшейся. Поэтому Сережа и Олеся ждут ваше резюме на jobsobaka.realweb.ru с пометкой Нота Бена. Ну или ищите все вакансии по ссылке в описании. И удачи вам в поисках работы мечты. А еще, прикинь, любой человек может подойти ко мне или даже к любому другому фаундеру с идеей, замечанием или вообще просто выпить. Прекрасный тост. Слушай, и вот в связи с этим вопрос. Я понимаю, что это 2004-2010, и маркетинг не такой современный в Европе на тот момент, да и в России, наверное. Если сравнивать не категории, в которых ты работал, банк, понятно, сам по себе достаточно консервативная история. Но европейский маркетинг и текущий маркетинг в России, насколько они отличаются по уровню, по классу, по классу специалистов, по классу продуктов, инструментов, которые используются? Я думаю, что касается Мартеха, в России все развивается хорошо. Я думаю, здесь используются очень современные инструменты. Я думаю, например, если взять банковские приложения, в России они сильнее, чем те хотя бы приложения, которые я знаю, например, английские. Что касается привлечения клиентов, то же самое. Так что в Мартехе я считаю, что мы, наверное, примерно на одном уровне. Что касается брендинга и креатива, у нас все не так хорошо. И вот эта история, она развивается. Мы становимся лучше, мы становимся креативнее. Мы понимаем больше в брендинге, но отставание, конечно, есть. А почему, как ты думаешь? Я думаю, что в техническом плане Россия всегда была сильна математиками, физиками. Мозгами, да? Да, мозгами. А в плане креатива нужно просто больше времени. Индустрия молодая еще. Да, индустрия все еще молодая. И хотелось бы видеть, конечно, больше иностранных компаний в России, потому что из крупных брендов как раз-таки идут те специалисты, которые реально понимают, как заниматься правильно брендингом, как заниматься брендингом в рекламе. Не просто креативом. В России куча креативных людей. Я имею в виду креатив как раз-таки в рекламе, да. Ты считаешь свой креатив в рекламе достойным? Да, конечно. Это потому что тебе опыт европейский помог или как? Это потому что это результат, скорее. Я не знаю, прям, помог ли мне европейский опыт в этом или что-то другое. Возможно. Возможно, потому что я часто смотрю европейскую рекламу, в основном английскую и американскую, потому что с языком проще. Это важно смотреть, потому что многому учишься. Результаты, те, которые мы видим по нашей рекламе, сейчас, это и цифры продаж, это цифры по трафику, и это наша специализированная отчетность, аналитика, которая нам показывает, насколько эффективно работает или не работает реклама. Четыре года ты работаешь в Алиэкспресс, но пришел ты сюда не так-то просто на самом деле. У тебя были какие-то страшные этапы собеседований. Расскажи эту историю, пожалуйста, для моих зрителей. Я ее знаю, она прикольная очень. Лайфхак вам. Да, вот сейчас, когда я об этом вспоминаю, это прикольно, это реально прикольно, но тогда было прям реально странно и обидно, и больно, потому что я для себя в тот момент, мне очень хотелось уйти из финансового бизнеса, бизнеса, и один из бизнесов, который я прям чувствовал, что это классное место, что это развитие, что это рост, что там много всего интересного, там и технологии, и все что угодно, это был ИКОМ. И четыре года назад ИКОМ это был Алиэкспресс. Сейчас ИКОМ это много-много компаний, тогда был только Алиэкспресс. И вижу в Фейсбуке, вдруг зашерил пост одного из работников Алиэкспресса, который пишет, нам нужен то-то, 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 вот, и нужен маркетинг. Я высылаю через друга свое резюме, вот, и начинается собеседование. И было тогда, для понимания Алиэкспресс, это была китайская компания 100%, вот, здесь был небольшой офис, наверное, человек 40, вот, у меня было первое, первое собеседование с Марком Завадским, генеральным директором Алиэкспресса. После Марка у меня было еще восемь собеседований, и в офисе, и в онлайне с коллегами из Китая, и из других стран, в общем, ну, восемь собеседований. И на последнем прошло... Причем они с тобой говорили, прости, восемь раз. Это все были разные люди? Это были разные люди, да. Каждый об одном и том же говорил, или каждый у них был план какой-то? Я сейчас не помню, на самом деле, но я думаю, что у каждого был какой-то свой взгляд, что они хотели проверить. Что-то, наверное, все-таки было разное. Я надеюсь. Но я, честно говоря, не помню уже. Вот. И вот после этого восьмого собеседования мне звонит директор по директору HR. Говорит, Олег, ты знаешь, ты нам очень понравился, ты очень классный и очень опытный, и все нам подходит. Но! Мое любимое но. Но! У тебя нет опыта в ИКОМе. И я такой... Так, а... Ни у кого тогда нет опыта в ИКОМе. Да-да-да-да. А вы что, не знали, что ли, раньше? В общем, я говорю... Друзья, я не согласен. Вы делаете ошибку. Ты прямо ей по телефону? Я прямо ей по телефону говорю. Да, я не согласен. Вы делаете... Вы совершаете ошибку. Я знаю, как делать эту работу. У меня все получится. Короче, делайте, что хотите. Но вот я не согласен. Вот. Красавчик. Да. Да. Как оказалось, да. Красавчик. Да, да, да. И... Вот. И директор персонала вот как бы так... Хм, окей. Я тебе перезвоню. Вот. И оказалось, что на самом деле вот... Упорство и нежелание... Нежелание сдаваться. И там... Желание биться головой об стенку. Это одна из ценностей Алибабе. И они как бы почувствовали, что... Хм... Возможно, да, у него нет опыта в икоме. Но это наш человек. Да. Наш человек. Это наш человек. И мне организовали мое последнее собеседование. Я помню, там был человек где-то во Флориде, у которого только что родился ребенок, который как-то там между рождением ребенка и еще чем-то общался со мной. И вот, короче, они согласились. И вот я 4 года, и я все еще здесь. Класс. Да. Вот это история успеха. Это как шутка есть, да? А какое ваше главное качество? Мое упорство. Ну, хорошо, мы вам перезвоним. Да нет, я посижу. Да? Да. Да, не буду уходить. Прикольно. Ты не жалеешь ни дня. Ты всегда говоришь, что это лучшая компания, которая с тобой случилась. Ты очень любишь Алиэкспресс. Почему? Что здесь такого, что тебе здесь настолько кайфово? Кайфовее, чем в Европах. Кайфовее, чем в Вентаче. И кайфовее где-либо. Объясню двумя путями. Один эмоциональный, другой рациональный. И рациональный, ты же сам понимаешь. Ты как бы объясняешь это все логически. И это нужно так сделать, чтобы люди поняли. На самом деле, это та эмоция, с которой я просыпаюсь каждое утро. Я просыпаюсь. Класс. Я захожу в офис. Ты знаешь, я не могу из дома работать, а я хочу быть в офисе, потому что мне здесь классно. И я захожу, и это вот эта карточка, которую ты прикладываешь. Она пип-пип. Открылась дверь, заходишь. Тут Алиэкспресс. Ты такой, я здесь. И вот это каждый день. И это никогда не меняется. Да, да. И все. Господи, какой кайф. Да, это просто счастье. На Алиэкспресс. На Алиэкспресс. Только на Алиэкспресс. Да, это просто какой-то кошмар. Я мало того, что пою эту песню уже 4 дня. Еще после сегодняшнего Будда. Итак, друзья, мы в офисе Алиэкспресс, Россия. В Сити. И сейчас посмотрим, как здесь живет и существует не только маркетинг, но и все остальные. Олег, пошли показывай. Пошли. Первый вопрос. Сколько человек у вас работает в офисе? У нас вообще в Алиэкспрессе, по-моему, сейчас чуть больше тысячи человек, 1200, что ли, или 1400. Офигеть. Да. Это и разработчики, и вообще все-все-все, да? Да, и разработчики, и финансы, и логистика, и все остальное. А вы всегда здесь сидели? В Сити, да. Мы всегда здесь сидели. Сначала мы сидели в другой башне, а сейчас уже, наверное, года три с половиной сидим в этой башне. Ну, мы на нескольких этажах. Мы на нескольких этажах, да. И еще у нас есть много народу на складе. В общем, мы очень сильно растем. Класс. Что у вас самого интересного, чем вы гордитесь? Во-первых, у вас красиво, надо сказать. Мои парни сказали, что это лучше в офисе Москва-Сити из тех, что мы снимали. Спасибо большое. Я передам нашим дизайнерам и нашим HR. Им будет очень приятно. Действительно, очень классный офис. Здесь хочется работать, здесь хочется креативить, здесь хочется общаться, здесь хочется тусить. Вот. Класс. Вот я уже вижу, что у вас есть Алиэкспресс плюс кафе. Да. И вот здесь вот происходит распитие всего. Да, здесь происходит распитие всего в основном. А вы вообще пьете в офисе? Нет, конечно. Серхиозно? Нет, конечно, мы не пьем в офисе. Ну, что ли? Ну, ладно, можно, да? Нет, ну, если есть какой-то праздник, то, конечно, можно по рюмчику шампанского. А ты вообще выпиваешь часто? Нет, не часто. Недавно мы созванивались в Zoom, ты писал стратегию, ты пил коньяк, я все видела. Не коньяк, виски я пил. Не, ну, а как стратегию без виски написать? Невозможно, надо же, чтобы раскрылись чакры. Согласна. Так, ну, места здесь много. Пойдем вот в эту открытую дверь. Пойдем. И у вас тут еще проходят всякие митинги? Да, здесь, кстати, здесь собирается народ на большие встречи, и этого места уже сейчас не хватает, поэтому народ стоит и там, и в проходах, и везде, и на головах. Вот, ну, здесь мы собираемся и на телевизоре, мы показываем, какие мы крутые. Молодцы, сколько денег на распродажу заработали. Все правильно, да. Так, заходим. Ага, а здесь уже нечто похожее на open space. Да. И здесь сидит кто? Здесь сидят аналитики, вот видишь, как у нас написано, кто где, кто где сидит. Ой, у вас как эти, гроссери, да, эти? Да, чтобы узнал, чтобы узнал, куда идти. На самом деле это достаточно удобно, потому что компания выросла так быстро. Когда я начинал Алиэкспресс, нас было человек 30, наверное, а пару лет назад нас, наверное, было 100-150, и сейчас уже больше тысячи, поэтому, мне кажется, для новичков особенно это очень удобно, когда ты знаешь, где сидят люди. Реально, типа аналитики, селлеры и что-то вот еще. О, вон там какие-то огромные экраны. Да, это переговорка, вот здесь можно подсоединиться к экрану, чтобы показывать, чем ты занимаешься. Вот здесь можно проводить онлайн, онлайн-встречи. Почему переговорки у вас так называются? Урал, привет, Андрей Губайдулин, обратите внимание. Урал, молодость, Урал. Привет, 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 Урал. Почему так? Потому что у вас это широка страна моя родная? Конечно, да, да, вся Россия. Вы реально во всей России продаете? Мы реально во всей России и в СНГ тоже. Слушай, а вы уже с почты России заключили вот эту сделку уже, что теперь у вас будут совместные ПВЗ, да? А, у нас они уже открываются. У меня на районе есть наш ПВЗ, да, на Ленинском проспекте. Ну, раньше и так все понимали, что все, кто стоят на Почте России, да, они все получают товары с Алиэкспресса, а теперь это будет очень важно. Ну, теперь это брендированный ПВЗ, где написано Алиэкспресс. О, хорошая какая штука. Где мы все это взяли? А вы вообще часто Алиэкспресс Аликом называете, да, Алик? Да, так можно. Так можно, да, по брендбуку? По брендбуку так нельзя, но, конечно, мы называем себя Алик, и в рекламе мы тоже Али называем, и Алик такое бывает, да. Алик. Алик хорошо. Веженародные. Веженародные, да. Теперь логика. Господи, где начать? Хорошо, начну с бизнеса. Это все самое понятно. Икома – это один из рынков, который в России рос, растет и будет расти еще очень долгое время. Вот поэтому очень классно будет в рынке, который растет, и ты знаешь, что не случится никакого падения, развала и так далее. То есть это ты летишь вот на американских горках, и это классно, да. Вот это первое. Второе, так как у меня семья, у меня куча детей, это тоже и стабильность. Ты понимаешь, что мы будем продолжать расти, мы будем продолжать зарабатывать деньги, и это важная стабильность для меня. Сейчас тебя тут дополню. В Якоме хорошие зарплаты? В Якоме хорошие зарплаты, да. Не такие хорошие, как, например, в банках или в страховых, но в Якоме хорошие зарплаты. И я думаю, это зависит от того, чем ты занимаешься. У тебя хорошая зарплата? У меня нормальная зарплата. А у тебя есть аптилон или что-то такое? В банках я зарабатывал гораздо больше. Да? Гораздо больше, да. Ну подожди, это по европейским мерам. Нет, не по европейским. В России и в страховых компаниях банках я зарабатывал гораздо больше. Чем сейчас в Алиэкспрессе? Зато какой ты счастливый. Я очень счастливый. Я очень счастливый. Мне хватает. Слушай, это удивительно. Я думала, что это растущая категория индустрии. И здесь должны быть хорошие зарплаты. Тем больше, что специалистов все еще не так много. Я думаю, что касается технических специалистов, я думаю, что касается разработчиков, где гигантская конкуренция за умы, за таланты, за руки, наверное, ситуация может быть и другая. Но для маркетинга, у нас нормальные хорошие зарплаты, но я не думаю, что они самые высокие в индустрии. Ладно, стабильность, рост, дальше. Затем фантастический бренд Алиэкспресс. Есть очень мало брендов, которые вызывают эмоцию сами по себе. Фантастический бренд в Китае или уже в России? В России. Так ты его сам построил? Нет, нет, нет. Я что-то, наверное, я надеюсь, приложил какую-то руку, но на самом деле Алиэкспресс стал серьезно заниматься рекламой, с серьезными более-менее деньгами года два, наверное, назад. До этого Алиэкспресс не проводил каких-то постоянных, масштабных, больших рекламных компаний. А бренд Алиэкспресс, он как-то вырос сам из пользования людей. Я, кстати, думала и не могла вспомнить, когда он вырос. У меня, знаешь, было ощущение, что был какой-то вот тимол, да, вот что-то еще, и потом это как-то трансформировалось. Я никогда не заказывала ничего на Алиэкспрессе. Я до последнего думала, что это китайское приложение в России, оно на китайском, там, с какими-то иероглифами. Как это все превратилось вот сейчас, я, например, не проследила. Это какой-то был просто вот раз и галкин для меня. Для меня это было раз и галкин. Понятно. Вообще ничего до этого не было. Но на самом деле для миллионов людей в России Алиэкспресс долгое время был единственным источником чего-то прекрасного, недорогого, полезного, интересного, смешного. Вот очень долгое время. Год это был единственным источником. Потому что особенно в регионах, где нет такого выбора, как в Москве, оффлайна, чтобы приодеться или купить какую-то вещь для дома, Алиэкспресс был единственным возможным источником, который доставлял вообще везде. То есть почта России доставляется в любую деревушку, где можно было заказать и получить. Окей, понятно. Короче, ты считаешь, что это крутой бренд? Это очень крутой бренд, который вызывает эмоции. Это народный бренд, он не оставляет людей равнодушным. И это редкость вообще, в принципе. А в Икоме это еще большая редкость. Потому что Иком такой очень перфом... Можно назвать это лавмарком? Я не верю, что существует... Лавмарк нет на самом деле. Да? Все это большое заблуждение. Чье? Всех, кто думает, что существует лавмарк. Макдональдс не лавмарк? Нет, конечно. Я всегда так думала. Что такое лавмарк? Лавмарк это... Сейчас дам свое определение. Это люди идут и покупают товары, потому что они обожают этот бренд. Большинство людей. Да, не задумывайся. Все люди-покупатели. Не о чем думал. Просто наимошка. Все данные, которые исследования были по количеству покупателей, которые... А такие есть. Такие абсолютно точно есть покупатели. И у Макдональдса они есть. Есть у Алиэкспресса, есть у Рэдбула, есть у Харли Дэвидсон. Вот все вот эти бренды, которые считаются лавмарками. Такие покупатели есть, но их абсолютное меньшинство. Это человек, который покупает Харли Дэвидсон, он купит не только Харли Дэвидсон. Он купит и другой мотоцикл. Я сейчас говорю о глобальных покупках, возможно. Может быть, в России немножко другая ситуация, но глобальные все исследования показывают то, что люди покупают не только свой лавбренд, они покупают все возможные бренды. И большинство продаж, на самом деле, они приходят от людей, которые только изредка пользуются твоим брендом. Ну, это же пишут, да? How Brands Grow, на самом деле. Правильно. Вот, да. Моя Библия. Так вот, но есть бренды, у которых таких людей больше. И это тоже правда. И Алиэкспресс абсолютно точно является таким брендом. Значит, мы сказали, что... Стабильность. Стабильность, рост, стабильность. Бренд, счастье. Великолепный бренд, да. И это сейчас не в порядке важности, а это просто все, что есть. Люди. Люди Алиэкспресса. Фантастические. Они какие-то особенные? Они какие-то особенные. Знаете, чего у нас нет? И того, что я видел очень часто. Токсичности. Токсичности взаимоотношений, токсичности совместной работы, токсичности совместного достижения результатов. Это группа людей, которая идет куда-то вместе. К светлому будущему. Да, к светлому будущему. Конечно, есть куча аргументов, куча серьезных жестких дискуссий. Но чего нет, это токсичности, которая присутствует в такой степени, которая есть во многих очень компаниях. И для меня это очень важно. Потому что я здесь чувствую себя комфортно. Я знаю, что я могу напрямую прийти к любому человеку и сказать, что это неправильно. Давай обсудим. Вместо того, чтобы пойти к другому человеку и сказать, что это делает неправильно. Понимаешь? Козел. Да. Конечно, такие вещи случаются. Но это абсолютное меньшинство. И поэтому здесь очень классно. Это из Китая идет эта философия? Или она в России образовалась? И вообще, насколько у вас влияние китайского офиса сейчас, они миноритарные, да, я так понимаю, владелец, у них 49%? Да. Но все равно 49% это не 9. Какое это влияние они оказывают? Или все вот вам на откуп, отданы в России? Меня часто спрашивают. Я не верю в то, что они вообще ничего не оказывают. Похожий вопрос задают, потому что бренд Алиэкспресс настолько сильный, что все еще думают... Настолько китайский, прости, господи. Да, настолько китайский все еще в головах людей, что все думают, что мы все еще китайская компания. И для этого просто нужно время или гигантское количество денег, чтобы это поменять. С моей точки зрения, скорее время. Алибаба – это один из владельцев, крупнейший владелец. У нас есть, разумеется, китайские коллеги. Но у нас сейчас там 1200, что ли, человек работает. Из них китайских коллег, которые сейчас в Москве, их, по-моему, 10. Есть еще кто-то в Китае. Но это количество российских сотрудников, я не знаю, 90%. Это понятно. Ну, а философию они вам вот эту передали, или она сама тут образовалась в России? Нетоксичная, дружественная, счастливая? И вот это все. Ну, ты сейчас немножко так описываешь, дружественная, счастливая и так далее. Это не совсем так. Атмосфера все равно цельный результат. Она и по-хорошему жесткая, она просто по-хорошему жесткая, а не по-плохому. Бывает негативный стресс, бывает позитивный стресс. У нас очень много позитивного стресса, когда ты сжал булки и херачишь. Понимаешь? Потому что классно. И пришло ли это из Китая или здесь? Ты знаешь, трудно сказать, но я всегда это так чувствовал. То есть я чувствовал это и тогда, я чувствую это и сейчас. Я думаю, рыба гнет с головы. И поэтому такая атмосфера, это должно быть то, что идет как генеральная линия партии. Понятно. Хорошо. Что плохо в Алиэкспресс России? Мне хочется двигаться еще быстрее. Но это настолько и комната настолько сложная, сложная машина, в которой столько всего. И как бы вот то, что делаем там мы, наша команда в плане рекламы, в плане сложности, это вообще несравнимо с тем, что происходит внутри положения, что происходит внутри логистики. Это же гигантские процессы, которые поменять достаточно сложно. И одна из главных наших стратегий, главная стратегия, это локализация. То есть мы российская компания, мы делаем это для российского потребителя, поэтому все должно работать очень удобно, быстро, классно для российского потребителя, чтобы быстро доставлялось, чтобы в приложении можно было все легко найти. И поэтому сейчас у нас есть новое приложение свое, российское, которое мы запустили примерно год назад, которое сейчас по скачиванию номер один. Да, я проверила. И это, ну это прям реально круто, продуктовики просто... Восторг. Просто, нет, мы в восторге, продуктовики все... Да она ужасная все равно, Олег, она ужасная. Почему? Да потому что неудобная. Я вот пыталась там заказать себе что-то найти. И некрасивая, и вообще, почему так? Вот мне правда не нравится приложение Алиэкспресс, прости меня, но это какая-то жесть. Иногда просто невозможно понять, что там происходит в этом приложении. Ты точно в новом приложении или в старом? Ну не знаю, вот в этом. Ну это старое приложение. А, это старое? Да. А как мне его должно было предложить обновить? Ну нет, надо тебе... Значит, наша рекламная кампания на тебя не сработала. Вот так вот. Бывает? Вот так вот. На Аню не сработала наша рекламная кампания. Да, это старое приложение, да? Да. Говнистое, которое тебе тоже не нравилось. Это старое приложение. Все понятно. Окей, ладно. Но я справилась, и кое-что там заказала. Ради тебя, Олег. Слушай, давай мы загрузим новое приложение. Ну, оно называется, друзья, новое приложение Алиэкспресс Россия. Там очень классная иконка такая с улыбкой, со спарклом. Написано Алиэкспресс. Не вот такая? Нет, не вот такая, это старая, да, да. Ань, пожалуйста, давай покажем нашу новую иконку. Сейчас. По-братски. А надо сюда зайти прям обновить или прям новое скачать? В App Store зайди, пожалуйста. Да, только не очень быстро. Друзья, все ради, все ради Олега. Правильно я понимаю, что у вас есть сейчас в приложении и китайские продавцы, и российские. Да, да, конечно. Какая пропорция сейчас местного, локального? А вот как ты думаешь? Ну, мне кажется, процентов 20 российского. 40. Уже 40? На 11-11 40% оборота было от российских продавцов. Два года назад это было там 5-7, уже 10. Ничего себе. Ты представляешь, как? То есть, подожди, 40% продаж это окей, а если вот они ничего не продают, они просто там присутствуют? В какой пропорции? Это интересно. Если я не ошибаюсь, у нас где-то 300 тысяч китайских и 50 тысяч российских. Одна шестая? Угу. Ну, то есть это меньше даже, чем 20% по сути. И эти меньше, чем 20% сделали 40% оборота в России. Да, потому что товары, товары совершенно, ну, несовершенны, но очень многие товары другие. Там, условно, из Китая никто не заказывает холодильник, а холодильник заказывают из России. То есть товары просто другой ценовой, много товаров другой ценовой категории. Слушай, это интересно. Я-то думала, что, видишь, я живу все в каких-то стереотипах. Хорошо, что мы сегодня с тобой про это говорим. Очень хорошо. Перейдем, вот я уже спросила, что плохо. Наверняка у тебя есть что-то, что тебя огорчает в работе. Это могут быть конкуренты. Это могут быть нерадивые агентства, которые не то приносят. Это не могут быть, не знаю, заторы в идеях, которые вы реализуете. Давай про это поговорим. Начнем с конкурентов. Кто тебя реально огорчает и кого-то, ну, в смысле, в хорошем, да, кто-то или бежит по пятам, или обгоняет, за кого ты больше всего переживаешь? У нас есть пять конкурентов. Или, вернее, нас всего пять на рынке. Икома крупнейших-крупнейших компаний. Вот это Алиэкспресс, это Валберис, это Озон, это Яндекс.Маркет и Сбер Мегамаркет. Вот. И они просто своим присутствием... Уже тебя огорчают. Уже меня огорчают, да. Понятно вам. Без них было гораздо проще и веселее. Но, слава богу, наш рынок растет настолько быстро и хорошо, что место сейчас есть всем. Правда, конечно, хочется быть в лидерах этого рынка. И к этому стремятся все. И рынок будет продолжать развиваться, все будут расти. И что получится в результате, это очень интересно. Потому что во многих странах есть ситуация такая, где есть просто один лидер, у которого 60% Амазон. Ну, как Амазон, да, или Алибабад. Остальные, да. Остальные очень много-очень много маленьких-маленьких компаний. У вас какая сейчас доля? У нас сейчас 15%. А у Азона? У Азона чуть меньше. Чуть меньше. То есть вы лидеры, по сути. Или Пайлдрис. Пайлдрис до сих пор лидер. Да, Пайлдрис лидер. Это тоже для меня феномен. Про это поговорим. Олег Дрожок, твой любимый. Да. Вообще удивительно. Олег, Олег, везде Олеги. На форуме НРФ произнес такую фразу, и ты, кстати, с ней не согласился, что вам даже нет смысла конкурировать, потому что битва екомов ничтожна в России сейчас, что ее нет, что доля еком-покупок среди населения настолько маленькая, 10%, в отличие от того же Китая, где 50%, что вам можно вообще еще не конкурировать, а вот как бы каждому занимать свою долю. А ты сказал, что, ну нет, нам-то проще, конечно, уже за тех поконкурировать, кто уже в екоме, да, и кто уже онлайн покупает. Все-таки какой стратегии вы придерживаетесь? Отжирать у остальных четверых или завоевывать новые рынки? Я думаю, что Олег имел в виду то, что рынок екома находится на очень еще низком уровне развития. Да, в зачаточном, в зачаточном, как в зачаточном, что, положении, настроении, положении, состоянии, спасибо, да, в зачаточном состоянии. И в этом он абсолютно прав. Рынок екома будет расти, и возможности невероятные. И рынок екома может вырасти еще в пять раз, например, за несколько лет. Такое вполне может произойти, и поэтому, скорее всего, вот он это имел в виду. Ну а там, как бы, цели по продажам, по объемам, они же стоят сейчас, они же не стоят через пять лет. Поэтому сейчас нужно конкурировать со всеми, чтобы расти в существующем рынке. То есть забирать потребителя. Да, конечно. Другое дело, что если ты придумаешь что-то, что сконвертирует оффлайн-покупателя в онлайн-покупателя, твоего покупателя, это наверняка будет очень-очень круто вообще для всего рынка, и это будет привлекательно и для тех людей, которые покупают сейчас в онлайне. Это вот вся тема вот этой голубого океана. И поэтому, например, в прошлом году на рынке появилось 10 миллионов новых онлайн-покупателей, которые раньше в онлайне не покупали из-за локдауна, невозможно было купить в оффлайне, поэтому ты все заказывал в онлайне. 10 миллионов человек. Бабах. На базе как они все распределились? Они все распределились по-разному, потому что те, кто мог, например, продукты питания. То есть это очень повезло тем, кто доставляет питание и готовое уже еду или же продукты питания. И поэтому то, чем мы сейчас занимаемся, это как раз-таки развитие нашей доставки питания, нашей доставки продуктов совместно с крупнейшими сетями. Ну, ты, кстати, еще одну фразу там произнес, что ты не хочешь своими бюджетами и своими деньгами пушить рынок, да, и растить категорию, забирать этих людей, которые до сих пор еще в оффлайне. Ну, кто-то должен это сделать? На кого ты хочешь это спихнуть? Ну, пусть Озон занимается этим. Почему Озон? Или нет. Да кто угодно пусть занимается. Пусть Валберс занимается, пусть Яндекс.Маркет занимается. Ну, какой ты хитренький, Олег. Я не хитренький, я эффективненький. Я эффективненький, но у вас, правда, бюджет меньше, чем, например, у Озона. А ты имеешь в виду медийный бюджет, да, но не намного меньше, на самом деле. Уже не намного? Нет. Понятно, интересно. У меня складывается ощущение иногда, что вы конкурируете настолько жестко, что даже это иногда переходит на личную какую-то вот конфронтацию, да, и конкуренцию. В подкасте у девчонок «Мама, я в рекламе» ты вообще отказывался произносить название бренда в рамках подкаста. Это был троллинг или ты серьезно так считаешь, что лучше я не буду даже название брендов конкурентов произносить, чтобы их лишний раз не рекламировать? Да нет, ну я же сейчас произношу. Ты сейчас произносишь, спасибо большое. Произношу, да. Нет, просто поржать. Просто поржать, просто посмеяться. Да, конечно. Ну, и вот это вот просто поржать, просто посмеяться, это добрая ирония? Или все-таки иногда она бывает злая и с уклоном в сарказм по отношению к конкуренту? Конкуренция очень жесткая. Очень-очень жесткая, но она никогда не переходит на личности. Тех ребят, кого я знаю из ИКОМа, все очень приятные, очень классные люди. Жалко, что у нас так мало времени общаться. И здорово, когда у нас получается возможность встретиться, поболтать, поболтать не только про что-то профессиональное, а поболтать просто о жизни, о том, чем ты любишь заниматься, на что есть время и вообще узнать о человеке. Вот всех этих ребят просто очень люблю, они очень классные. Ты смотрел мое интервью с Дорожком? Да, конечно, да. И что думаешь про Дорожка? А, Олег очень классный парень. Мне с ним очень легко общаться. Вот просто... Но вы все время создаете впечатление и на той дискуссии в НРФ, и вообще, что у вас как... Или вы играете эту игру, что вы типа такие соревнуетесь, нет? Ну, наверное, когда ты на публике, ты понимаешь, что ты представляешь не только себя, но ты представляешь свою компанию и свой бренд. И поэтому я это не делаю сознательно. Если так получается, я прошу прощения. Но, может быть, подсознательно что-то такое выплескивается. А когда мы общаемся лично, ну, это просто... мы просто классно болтаем. Вы можете и в состоянии ли вы друг друга похвалить за что-то и порадоваться за конкурентов, за какой-то успешный успех? Да, конечно, я так делаю. Что последнее тебя порадовало у конкурентов, за кого ты порадовался? Мне очень понравилась коммуникация, ролик Озон Экспресса. С грузоваром, мне кажется... Первая часть или вторая? Вторая, вторая с этим... С трансформом. Да, первая часть мне, кстати, не понравилась. В обществе, где важна каждая минута. Гости, они приедут через час. Вызывай Озон Экспресс. Курьер 1548, новый заказ. Нужны украшения для праздника, ягодные торты и игрушечные динозавры. Вторая, мне кажется, это очень классно сделано. Очень-очень круто, просто невероятный CG. И все очень-очень здорово, очень здорово сделано. И я публично высказал свое восхищение. Класс. А тебе кто-нибудь когда-нибудь высказывал восхищение за что-нибудь? Вообще кто-нибудь из... Из конкурентов? Из конкурентов? Конкуренты. Я что-то не вспомню, чтобы мне высказывали восхищение. Заходите в Facebook, напишите что-нибудь хорошее. Да, потому что я же всех пытаюсь, да, всегда подружить. Потому что мне кажется, вот такие категории растущие, они, конечно, конкурируют, но как люди должны оставаться людьми. Сейчас мы заходим в зону, где можно либо почилить, либо поработать. Ага. Так. Ну и как всегда, вид красивый. Кстати, вид нормальный. Лень, что ты говорила, что не очень красиво? На третье транспортное кольцо. Некогда на вид досмотреть, работать надо. Ладно, санитайзер, пожалуйста. Работает. Сейчас еще заодно Роспотребнадзор или кто это? Ну что ты зона для чилла у вас такая скромненькая? Видимо, чилят мало, но и слава богу. И правильно, работать надо. Вот ты токсик. Говорил, что ты не токсик, а сам смотрю, работать надо. Нет, я очень прямолинейный. А вот за такими столами мы с тобой и сидели в баре, помнишь? Это правда, да. И пили, и пили, ну не просеку, мы что-то какие-то как-то. Коктейли какие-то пили. О, йога с 18.30 до 20.10 вторника, четверг. Вовсе? Приходи, да. Ты знаешь? Йога нет. Работать надо, да. Работать надо, да. Поэтому ничего, заниматься. А ты вообще спортсменчик? Я спортсменчик в душе, но, к сожалению, очень мало времени на это. Да? Да. О, вот эта конструкция надо снять. Это кто так заморочился? Кто здесь сидит? Биг фэшн из тиктаков. Это что, колизей практически? Видимо, да. Давайте посмотрим, я не знаю, кто это сделал, а вдруг она еще неустойчивая, и мы сейчас все сломаем. А там еще ништяки типа Чикопай, Твикс, Милки Вей, нифига себе, это все приклеено. И скорее всего, а нет, я думаю, это еще светится. Вот, творческие люди. А это, кстати, будет светиться, вот этот сюрприз, значит, чуть попозже. Да? Да. Ладно, хорошо. А у вас вообще как раз эта корпоративная культура? Вот вы занимаетесь йогой, это круто, классно. А что-то еще у вас есть? Какие-то активности, я не знаю, что-то вот такое, встречи с руководством? Да, встречи с руководством проходят раз в месяц, когда руководство рассказывает о том, что происходит. А затем у нас есть... Давай проверим, какой-то спортсменчик. Какой спортсменчик? Можешь подтянуться хоть раз? А? Подтянуться можешь хоть раз? Наверное. Ну-ка, давай. Молодец! Я нет. Я точно не смогу, но я даже и не допрыгну, наверное. Ну, попробуй. Только если ты мне подсадишь. Давай. Раз, два... Так. Сейчас, а как подтянется? Давай, 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 давай! Ой! Ладно, я старалась. Ну, так, встречи с руководством. Фух, я покраснела, наверное, себя как рак. Так. У нас каждый месяц можно ходить со своей командой куда-то, пообедать вместе или поужинать. О, да? Да. На это выделяется прямо специальный бюджет? Да. Прикольно. Только со своей командой? Ну, нет, но можно приглашать и других, да, у них есть свои бюджеты, можно все вместе собраться. Классно. И вы часто этим пользуетесь? Да, раз в месяц. Ваш любимый рестик? Ну, любимый у нас на самом деле нет, но мы очень часто ходим куда поближе, потому что... Работать надо? Да, работать надо. Вайлдберрис. Для меня это сейчас непонятная история. Я их вообще не вижу в эфире, они не поют, спасибо тебе большое, да? У них вообще другая, мне кажется, структура, да, там, маркетинга и бизнес как такового. Как они до сих пор держатся на первом месте и долго ли они там продержатся с таким маркетингу? Я не знаю их вообще внутреннюю кухню. Для меня это закрытая компания. Все то, что я вижу, это то, что я вижу как бы профессионально. Ну вот, ты же анализируешь свои ощущения. Да, и как потребитель. Что я могу сказать? С точки зрения их бизнес-модели, с которой они вышли первыми, они сделали все как бы очень правильно. И это для них сработало, и это произошло, наверное, начало происходить, по крайней мере, для меня, там, года, наверное, три назад. И тогда у них вообще не было, не было, например, телевизионной рекламы. Абсолютно нет. У них был такой жесткий перфом в онлайне. Сейчас же они тратят соизмеримое количество денег на телевизионную рекламу, такой же, как и мы с Азоном, там, и с Яндексом, и с Бердом, и с Макетом. Но при этом бренды не строят. Нет, бренды не строят, с точки зрения бренда, это очень неэффективная реклама. По крайней мере, то, что мы по отчетам видим, да. Неэффективная? Неэффективная. Так и что? Мы с тобой на дискуссии Яндексе обсуждали, что вы хотите строить бренды, а вот, получается, есть Wildberries, который вообще этого не делает, не строит никакие атрибуты себе, ну, потому что это видно, да, по коммуникации. Ну, вот ты думаешь, что как произойдет? Я... Что их метрики окончательно упадут и начнут падать продажи? В какой-то момент так и произойдет. Ты работаешь и с креативными агентствами, и с медийными. Да. И при этом говоришь, что вы очень все хотите переводить в инхаус. Почему? Ну, у нас очень много работы делается в инхаус. Я не хочу гнать на креативные агентства. Я думаю, что им очень-очень сложно работать, очень сложно креативному агентству работать с клиентом, которого ты не знаешь. Вот это вот тендерная история, когда маркетологи пишут длиннющий бриф, рассылают это некоторое количество агентств, потом выслушивают предложение по креативам, потом проходит месяц. Потом ты услышишь предложение по креативам, потом что-то нравится больше, что-то не нравится, ты просишь кого-то что-то доработать. Вот это вот длинная-длинная история, когда люди, которые не знают тебя, не знают твой бизнес, пытаются что-то для тебя сделать, чтобы это сработало для твоего бренда. Мне кажется, это практически невозможно. Олег, так живут половина рынка больше. Ну, посмотри на нашу рекламу. Да, в интервью с Ромой Ферраниным мы это обсуждали, но так не только наш рынок живет, так вся индустрия и в Европе, наверное, так же происходит. Ты один такой, думаешь, прекрасный умник-разумник, который хочешь сделать инхаус? Как тогда существовать креативным агентством? Это скорее нет. Может, ты бриф неправильно можешь написать? Конечно, конечно. Плохой бриф, дурацкий бриф, поверхностный бриф. И брифам вообще это недостаточно. Нужно работать вместе. То, что мы пытаемся делать, это мы работаем очень близко вместе с агентством. То есть мы задаем какое-то направление, насколько глубоко мы это можем сделать. И потом есть какие-то идеи, и мы их дорабатываем вместе как команда. И так проще всем, так эффективнее всем. Ты хочешь сказать, что у вас вообще сейчас нет креативного агентства? Нет, есть. Просто у нас немножко другой подход к работе. Но оно же тоже когда-то с вами не работало? Никогда же никого не было опыта в Великоме? Ты же вот пришел? Да, приходилось как-то начинать вот так. То есть к нам пришли... Я же не... Иногда получается, что ты делаешь тендер, и тебе приносят классную идею. Например? Такое было. Но вот когда мы начали работать с «Зеброй», Вот. И первая компания, которую мы с ними сделали, это были джинглы для Тимол. То есть мы еще тогда джинглы пели. Да, там где розовая девочка такая, да? На самом деле была Валера. Там было несколько розовых девочек. Ну, там были ужасные прям джинглы, очень банальные. Такие въедались. Да, да. Я их тоже смотрела, покажу. Да, вот этот вот прием, вот когда ты поешь одно слово, и от которого не сможешь избавиться. На Тимол я сошла, и недорого нашла, на Тимол я сошла, и недорого нашла. Это был смысл. Вот. И они тогда выиграли тендер, и тогда мы продолжили работать вместе, и вот... Ну, и первую распродажу 1111 они вам делали, по-моему, да? Да, распродаж нам делали. Вот за сумкой там. Да, потом с Тимоти наш был этот видос великолепный. Великолепный? Он тебе нравится до сих пор? Он мне очень нравится. Да. Да? Там, где он поет шансон. Да, да, да. Тебе не нравится? И поп. Ну, не знаю, он был прикольный. Я посмотрела на одном дыхании, но это было для того времени, наверное, это было прикольно. Но я вот сейчас не вспомню себя в то время. Сейчас это уже обычно, там, может быть. Да, да. Но это же такая попсовая поверхностная вещь, которая в то время привлекает внимание, но... Окей. И потом Зебра Хиро куда-то делась? Потом мы работали с разными людьми, и вот кто-то приходил, кто-то уходит. Но все равно вот надо какое-то время провести с агентством вместе. Надо вместе поработать, надо вместе придумать какую-то идею. То есть у меня... У нас нет какого-то жесткого... Разнаряда. Жесткого такого, либо инхаус, либо агентства. Такой симбиоз получается. Ну, вот вы сейчас тендер на сезон устраивали, тендер на следующий период? Нет. Креативный? Нет, пока нет. Будете с текущим или будете устраивать? Нет, мы, может быть, что-нибудь сделаем тендер, да. Вот сейчас мы как раз-таки об этом думаем, да. РИП Клабхаус, мы там с Димой Глуховым, с твоим, поспорили в одной из комнат, что вы не хотите платить за креативы на этапе тендера. Поспорили? Да. О чем вы спорили? Мы прямо с ним поспорили. Дима говорит, мы не будем платить. Вы же не платите консультанту, когда, значит, он вам про айфон рассказывает. А я ему говорю, а ты же сначала не берешь айфон, пользуешься, а потом платишь. Ну, короче, у нас там было много всего. В этой комнате присутствовали креативщики, которые молчали, боялись что-то сказать клиенту. А я-то что? Я, извините, по микрофону прям. А я-то могу сказать? И они мне потом писали, Аня, спасибо, что ты встала за нашу защиту. Я тебе серьезно, понимаешь, креативное агентство? Почему такое отношение? А, и Дима тогда сказал, мы лучше возьмем этих людей из агентств внутрь и будем им тут платить зарплату за то, что они работают. И я такая, это что, получается, этим людям, которые внутри надо платить, а которые вовне ту же самую работу делают, не надо? Тендер будет платный? Нет. Почему? Потому что, а зачем? Ну, как так, Олег, это работа. Для вас приносят идеи. Почему он должен быть бесплатный? Ну, а если эта идея для нас не сработает? Если эта идея для нас сработает, тогда мы за это платим. А если тебе трусы, хуго-босс, не понравятся? Вот что ты будешь с ним делать? Верну. Нельзя уже возвращать. Хорошо, подарю кому-нибудь. Понимаешь? Ну, то есть, это же тот же самый продукт. Удивительное мышление у вас. В Европе-то все платно. Я думаю, что если как бы рынок работает сейчас так... Да так не работает рынок. Уже многие агентства только в платных тендерах участвуют. Окей. Ну, значит, для кого-то это работает, для кого-то это не работает. Ну, то есть, ты считаешь, это справедливо? Да. Медийные агентства. Они тоже приносят вам талмуды, да? Да. Будет тендер в этом году? Мы еще не решили. Так как у нас как бы работает наша медийка, нам не очень нужен тендер на самом деле. Но пока не могу сказать. Но пока не можешь сказать. Это решает все-таки закупки у вас или маркетинг? Это решает... Ну, это решаем мы вместе. Вместе. У нас есть политики, есть процесс, есть правила. Вы вообще привыкли работать с одними и теми же агентствами, да? Ну, я бы не сказал, что мы такие однолюбы, но в какой-то степени, наверное, если ты нашел партнера, с которым все хорошо, все получается, то зачем что-то менять? Посмотреть на рынок шире, кто что может предложить. Экспертиза растет. Иногда мы такое делаем. Конечно. Иногда мы такое делаем. Просто это не... Ну, есть компании, где это делается каждый квартал достаточно часто. Вот, ну, у нас так не получается работать, мы так не хотим, да. Что должно делать агентство, в принципе, текущее, да, вот, текущее, чтобы оно тебя устраивало? Вот всегда некоторые агентства, для вас сейчас информация, не всегда понимают, что клиенту нужно. И не всегда умеют у него это спросить. Боятся, не знаю, по другим причинам. Что для тебя главные критерии в работе с агентствами? На что ты обращаешь внимание? Понимание бренда. Понимание компаний. И это начинается с самых простых вещей. Ты наш клиент или нет? Ты пользуешься приложением? Ты покупаешь на Алиэкспресс или нет? Ты... Опыт у тебя есть? Да, есть. Ты вообще понимаешь тот продукт, который ты рекламируешь. Мне кажется, это базовая тема. А если этого нет, то лучше к нам не приходить, потому что это бессмысленно. И это, наверное, отличается от каких-то других брендов. Там, условно, может быть, ты можешь рекламировать Мерседес, не будучи водителем Мерседеса. Может быть, ты можешь рекламировать зубную пасту, не будучи пользователем этой зубной пасты. Возможно. Но у нас настолько сложный бизнес, что если ты совсем не пользуешься этим и не понимаешь, то это невозможно. Это класс. Вот, наверное, это самое главное. Вот, наверное, да. А команда? Насколько тебе важен клиентский сервис? Насколько тебе важна, не знаю, допродажа, проактивная позиция? Чтобы люди постоянно что-то предлагали, даже если не текущее агентство? Насколько ты готов воспринимать? Или у тебя директивные указания, сделайте то, сделайте это? К нам агентство приходит достаточно часто с идеями, которые просто приходят им в голову, и это очень классно. И это не обязательно может быть какая-то большая компания. Это скорее какие-то небольшие интересные активации. И вы можете это купить без тендера и без всего? Да, да, конечно. Кому писать из твоей команды или, может быть, тебе, тем людям, которые хотят сделать Алиэкспресс-предложение? Как бы тебе пояснить? Вот мне на самом деле присылают, наверное, несколько штук в день всяких идей от разных агентств. Ну, по крайней мере, несколько штук в фейсбук в неделю. А давайте, вот смотрите, какая классная идея, а вот смотрите, какая классная идея, а вот смотрите, какая классная идея. Если это люди, с которыми мы еще не работали, у меня ни разу не было того, чтобы прислали что-то релевантное, что-то интересное. Вот ни разу. Я думаю, что, ну, так очень сложно, очень сложно попасть, потому что ты просто бизнеса не знаешь. Я, скорее говоря, тех агентств, которые сейчас с нами работают, и они, и они просто проактивно вот что-то пришло в голову, поделились, да, и поделились. И отношение к этому, на самом деле, другое, потому что ты знаешь, что ты работал с этими людьми, ты знаешь, что у них появляются классные идеи. Не всегда, но они бывают, и иногда получается очень круто. Вот, поэтому вот так по-холодному зайти и сказать, вот смотрите, у нас есть вот такая-то идея. Почти анриэл. Я думаю, что это нереально. А если это владельцы каких-то эксклюзивных штук, и селлеры, и чего-то, да, эксклюзивного, не агентства, ну, держатели, там, каких-то продуктов, кому писать? Это моя рубрика «Новый бизнес». Ты имеешь в виду встать на платформу как продавец? Нет, нет, для маркетинга какие-то решения, ну, не агентства, да, это много же всяких разных. А, нет, я всегда все равно все смотрю, то, что мне присылают. И лучше куда тебе присылать? Можно Facebook присылать. И ты прям все читаешь? Да. Какой ты умный, ты всем отвечаешь? Нет, не всем. Нет, вот, потому что, понимаешь, когда, когда ты начинаешь отвечать, ты говоришь, спасибо, нет, то, а почему нет? Потому что, да, 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 и то есть начинается, начинается взаимодействие, и на это нет времени просто. Это не из-за того, что я сноб, я не знаю. Может быть, может быть, может быть, но это из-за того, что просто нет времени. А формулировка какая должна быть? Или ты вообще все прочитаешь? Или что-то сразу пролеснешь? Ну, если это гигантская презентация, меньше шансов на то, что я ее прочитаю. Если это... Классную идею можно описать в одном параграфе. То есть можно написать несколько слов. Можно присылать одну картинку, просто, просто картинку. Я визуальный человек, я воспринимаю визуально очень быстро, и мне это более понятно. Запоминаете? Коротко. Запоминайте. Коротко. Коротко, да. Когда и в какое время тебе можно писать, звонить? Люди вообще звонят еще? Сейлзы? Или уже нет? Очень редко. Слава богу, спасибо. Да? Да, спасибо. Прямо это очень правильно. Да. Уважаешь личное пространство человека. То есть писать пишут куда-нибудь? В Телеграм? В Фейсбук. А в Телеграм? А в Телеграм нет, слава богу. То есть Фейсбук та площадка публичная, на которой вы можете с Олегом пообщаться. Сможешь ли ты когда-нибудь с помощью агентства, с помощью идей, которые тебе присылают, сделать что-то лучше Галкина? Я очень надеюсь. Будет ли это... Это будет по-другому, скажем так. Это будет абсолютно точно по-другому. Не страшно? А? Не страшно? Вот знаешь, что Галкина – это пик того, что ты сделал для Алиэкспресса. Вот знаешь, когда всегда что-то такое яркое случается, и ты такой не можешь сам себя переиграть. Нет, 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 абсолютно не страшно. Мы сделаем абсолютно точно что-то по-другому. Но с этими вещами очень трудно предсказать, выстрелит это или не выстрелит. Главное вообще в рекламе – это не то, чтобы это выстрелило, чтобы это стало тем, о чем говорят. Главное – это продавать. Чтобы продавать, тебе нужно делать определенные вещи, чтобы люди тебя замечали и запоминали постоянно. То есть нужно поддерживать определенный уровень технический, запоминаемости и узнаваемости. И тогда это будет работать правильно для бизнеса. В этом наша цель. Наша цель не в том, чтобы делать взрывные кампании. Конечно, хочется это сделать. Но все равно главное – это результат. Когда-нибудь вы начнете строить бренд и выпускать имиджевые ролики? Не люблю очень слово «имиджевые ролики». Прямо вот имиджевые ролики – это звучит так, типа вы сейчас снимете что-то на три минуты, где бренд появится в конце небольшой плашечкой. Да. Что-то такое красивое, непонятное. И начнете строить эмоциональную связь. И вот это вот все. Да, эмоциональная связь у нас есть. Просто нужно… В чем… Что мы будем делать по-другому абсолютно точно? Это то, чего у нас не было в прошлом, кроме юмора и яркости, и критичащести, не знаю, как это правильно сказать. То, что было всегда. Будет какой-то смысл, какая-то одна идея, вокруг которой все будет строиться. Вот это будет по-другому. Получится ли это так же ярко, как Галкин? Хотелось бы. Хотелось бы в это верить. Короче, не боишься? Нет. Над чем ты последним рефлексировал? Что-то ты не так сделал, ошибся или кто-нибудь был не очень? Такой сложный вопрос на самом деле. Я часто вообще рефлексирую. Я вообще такой человек, что я как бы стараюсь на все смотреть с позитивом. Вот так вот, да? Всегда получается? В результате да. В результате да. Но рефлексии есть. Просто странно сейчас не могу быстро ответить на твой вопрос, потому что мне говорят, что я рефлексирую. Я рефлексирую постоянно. Да? Обо всем. Но окружающие, те, которые близки мне люди. Я очень много рефлексирую о том, что мы делаем. В работе или лично жить? Да, в работе. В работе очень много рефлексирую. Смотрю на те компании, которые мы сделали, и всегда вижу, что что-то хотел сделать по-другому. Вот, да, над этим абсолютно точно рефлексирую. А ты перфекционист или нет? Да. К сожалению, да. В чем это проявляется? То есть все должно быть сделано прям четко, без каких-либо отклонений? Иногда я могу залезть, полезть в детали, в которые вообще не надо лезть, вообще абсолютно не надо лезть. Это очень плохо. Мешает? Это очень мешает, это раздражает людей вокруг. Какие-то вещи надо просто отпускать и вообще туда не лезть. Потому что изменение результата будет на какие-то процентные доли, может быть, будет чуть получше. Но не будет какого-то большого эффекта, соизмеримого с теми волнениями. Которые ты доставил людям. Да, которые я доставил людям. Ругаешься за это? Да, да. Но иногда это помогает избежать каких-то больших провалов. Такое тоже бывает. То есть это палка о двух концах. А вот твой последний личный провал какой-нибудь? Может, это даже в личной жизни было что-то такое? Прям серьезный личный провал? Да. Я не видел свою среднюю дочку больше года. Она живет в Греции со своей мамой, с моей бывшей женой. И я собирался к ней лететь, ее навестить. И она меня ждала, потому что мы не виделись больше года. И я подхожу к стойке, не к регистрации, когда уже выходишь на самолет. И мне говорят, а где ваш пассенджер локейт и форум? То есть форум, который надо заранее заполнить, чтобы знали, где я нахожусь. А я этого не сделал, потому что просто не посмотрел. Профокапил. Ну, просто профокапил, да. И я понимаю, что я не улетаю. Потому что это невозможно сделать за две минуты. Все, закрывается ворота, все, самолет улетает. Серьезно? Да. Это ужас. Потому что это просто реальный факап, по которому я... Ребенок расстроился? Очень, да, конечно. А у тебя когда следующий шанс будет? Нет, я в следующие же выходные тут же прилетел. Слава богу, что так получилось, что это было всего несколько дней. Но сам факт остается фактом, потому что это то, что создает, ну, как бы, недоверие. И я очень надеюсь, что она не думает, а любит ли меня папа, или достаточно ли он ко мне внимателен, учитывая то, что мы живем в разных странах. Вот, и... Плохо тебе было? Да, было очень плохо. Было очень плохо. Ты прекрасный отец троих детей. Я надеюсь, что я хороший отец, да. Расскажи, сколько у тебя детей? Я отец троих дочек. Дочек. Да, да. И они все живут в разных местах, правильно? Да, они живут в разных странах сейчас. Офигеть. Старшая дочка в Англии, а средняя сейчас переехала совсем недавно со своей матерью в Грецию. Но это взрослые уже девочки. Да. Сколько им лет? 18 и 14. Офигеть. Ну, то есть, это прям совсем уже... Совсем уже. Личностью. Да. Как часто вы видите вообще, если не брать пандемию? И вообще, как у вас построена вот эта история? Да, во время пандемии было дико тяжело. Вот. А до этого, ну, примерно, раз, наверное, раз в два месяца примерно я летал. Я летал в Англию, когда они еще вместе жили. То есть, когда они жили обе в Англии, я мог раз, примерно, на два месяца на выходные слетать и их навестить. А почему они не приехали с тобой в Россию? Ну, потому что они выросли, выросли в другой стране. У них там, у них там школа, у них там жизнь. И, наверное, логично, что дети обычно остаются с мамой, да, а не с папой. Они говорят по-русски? Нет, они не говорят по-русски. Вообще? Ну, так, чуть-чуть, но мы говорим на английском. А не приезжать вообще к тебе в Москву когда-нибудь? Я собираюсь сейчас вот это организовать после пандемии, чтобы они приехали и навестили меня. Вообще у нас план такой, чтобы поездить немножко по России, чтобы съездить в Питер, чтобы съездить в Сочи, покататься на лыжах, чтобы они посмотрели Россию. Что-то по России. Да. Но бабушки и дедушки у них же здесь, в России? Нет, бабушки и дедушки у них здесь нет, в России. У них только есть бабушки и дедушки в Греции. Твои родители живут в Греции? Нет, у меня... Сейчас я пытаюсь разобраться в этих семейных сложностях, Олег и Рудёк. Нет, нет, родители... Мама у меня умерла, вот, а отца я вообще не знаю, он жив, он где-то живет, да, но я с ним вообще в течение жизни не общался. Это сложная для тебя тема? Нет, не сложная, он просто для меня как бы не существует и все. Но ты все-таки для своих девчонок там в Лондоне существуешь и стараешься. Передай им привет, пожалуйста, по-английски. Если они будут смотреть это интервью, они понимают по-русски? Окей, они не говорят, но они понимают. Но они поймут, если ты скажешь им привет, они это поймут, да. Hi, girls. Your father is the best. I know. Ну ты им передай привет. Пусть они подумают, какой у них папа классный. Привет, девчонки. По-русски. Я видела, что ты выкладывал stories, кстати, с каким-то блогерами или что-то такое, и написала, что моя старшая дочь мне написала, что папа, ты крутой. Да. Это был, по-моему, день рождения Dream Team. Угу. Вот. Потому что она сейчас думает, чем я заниматься в будущем. Вот. И то, чем я занимаюсь, это ей интересно. И потом она там снималась, снималась, снималась в фильмах. Она выступала в мюзиклах. Вот. И поэтому я вообще, в принципе, как бы креативная часть моей работы. Ей, в принципе, интересно. Вот я всегда им присылаю, там, видосы со съемок. Я всегда присылаю им свою рекламу. Вот они это смотрят, вот им это очень нравится. Прикольно. А маленькая дочь? Да. Ей три. Ей три года. Да. Ты воспитываешь здесь в России ребенка, я так понимаю, там, да, маленького пока, но тех девчонок ты тоже там воспитывала, но в Европе. Различается ли вообще менталитет детей российских и европейских? Если отличается, то чем? И как у них вообще построено сознание? В общем, удается тебе сравнить это? Это просто суперинтересный кейс. Да, такой интересный вопрос. Я не скажу, что я задумался над этим. Ну, наверное, мой опыт, то, что мои дети, может быть, немножко более расслабленные, немножко более улыбающиеся, немножко более такие свободные. Не знаю, правильно сказать слово свободные. Ну, просто, может быть, не все в таком напряжении, наверное, вот так, если в двух словах. Но это и от родителей зависит тоже, или все-таки от локаций, где они живут? Это зависит, конечно, от родителей, но, в принципе, все то, как так общество живет, особенно как в школах, что происходит в школе, я думаю, это имеет очень большое влияние. А что происходит там в английских школах? Чем там дети увлекаются? Чем они живут? У них все то же самое, тиктоки, социальные сети, или у них все-таки другой уровень? У них все то же самое. Все то же самое. Абсолютно то же самое, да. Да, просто другие тиктокеры, другие группы музыкальные и так далее, да. Твоя младшая дочь общается с сестрами? Да, мы болтаем по фейстайму. По фейстайму. А не виделись лично хоть раз? Нет, еще не виделись, но из-за пандемии, потому что мы не могли сюда привезти. Ну да, совсем малюшенькая была, когда это началось. Ты планируешь, что девчонки будут супердружны или все-таки расстояние, и насколько ты по этому поводу переживаешь? Я думаю, невозможно это прогнозировать, и потом тот факт, что люди в родстве не значит, что они друг другу вообще понравятся, как люди. То есть совершенно необязательно, что даже сестры могут друг друга любить. Серьезно? Конечно, нет. И ты с этим будешь в шок? А? Или будешь переживать? Конечно, я буду с этим ок. Но если это разные люди, которые друг другу просто не нравятся, ну и что? Какая разница? А ты думаешь, они могут друг другу не понравиться? Конечно, могут. Не там, случайно, ты сидишь? Я вот там. Красочный угол всего сам. А, здравствуйте. Извините. Я обожаю людей, которые в воскресенье на работе. Как вас зовут? Игорь. А что здесь делать, Игорь, в воскресенье? Я учусь верстать красивые лендинги, потому что никто больше этого не умеет. А вы у Олега в команде? Нет, у Насти Давыдовой. А, я бы вас спросила, как он. Ну, в смысле, спрошу. Раз он не ваш руководитель, то можно спросить. Как, Олег? Тут ничего? Отлично. Часто переодевается в разные наряды. Кагалки, да? Какие? Простите, в какие наряды? В последнее, по-моему, была игра кальмара. Да, было дело, кстати, покажу, да. А, я видел, на день рождения. На день рождения, да, ребят. Так это тебя переодели. Это меня переодели. А еще в какие, простите, наряды он переодевается? В какие он еще наряд переодевается? Не говори никому. Больше не видел, но разные надписи на майках. А, понятно. Ладно, мы вас не отвлекаем. Работайте, рисуйте. Спасибо вам большое. Ну, ладно. Я-то думала, может, кто-то из твоих там, знаешь, все это. Так, ну что, идем сюда? Это твое место? А это не мое место, но это место нашей команды. Ага. Что тут у вас? Красивые женщины, Анхелькевич, да? Конечно, да. Боже, сколько тут всего? А тут разные приколдесы. Приколдесы, бутылочки, бокальчики занято. Это вы откуда-то едете, боже. А это вот то, что мы ездили в Дагестан. Это до, а это после. Это как мы возвращаемся. А вы командой туда ездили? Да, мы все команды ездили. Я-то думала, ты туда один? Слушайте, ну здесь правда столько всяких прикольных штучек. Сейчас что-нибудь одно вытащу. Прикольное такое. А, ну вот тут ваши эфи. Ну что тут самое такое? Даже не знаю. М? Ну это что? Это вообще страх какой-то. Да, это страх какой-то. Вот отсюда деньги, да? Должны быть. Это же не так делать, это делать вот так. Распродажа. Да, да, блин. Потом же будут убирать. Но я всегда мечтала так сделать. Мне кажется, это очень круто. Класс. Все, ладно. Деньгами посорили, маску страшную нашли. Пойдем в твоем месте посмотрим. Да, поймем все. А что за картина тут вот такая? А это картина со съемок. Тут вообще очень много всяких вещей со съемок, да. Блин, мы на мусоре тут ничего. Ну что, уберем потом. Да, уберем сами. Я хочу поднять с тобой тему, которая сейчас мне близка. Я не знаю, обсудим мы ее завтра на встрече или нет. Сейчас все приходят к блогерам и говорят, давайте работать по CPA. И вот это поголовно. И все спрашивают, типа, когда вы начнете работать по CPA? Мне хочется сказать, ребят, вы на свой медиаплан диджиталь смотрели? Там есть строчки, которые работают на CPA, а есть, которые не работают на CPA. Давай эту тему обсудим, она мне сейчас интересна. Вы очень много работаете с блогерами, с инфлюенсерами. Вообще одни из первых, кто это начал делать постоянно, регулярно, в большом масштабе, в большом количестве. Должны ли блогеры работать по CPA? Ну, это зависит от блогера. Расскажи, у тебя классная позиция на этот счет. Да, есть блогеры, которые, конечно, должны работать по CPA, и они работают по CPA, и зарабатывают кучу денег на CPA. Почему? Потому что они говорят, вот самая классная кружка для кофе. Покупай на Алиэкспресс. Да, она стоит столько-то. Покупай прямо сейчас на Алиэкспресс с 20% скидкой. Вот ссылочка. Вот. И они так работают, это то, что они делают. Это микроблогеры. Это микро, это нано-блогеры. Ну, таких, они, есть блогеры, которые сейчас увеличивают свое количество подписчиков, и есть уже не такие маленькие на самом деле блогеры. То есть это блогеры, которые нацелены на продажи. Это то, что вот эти вот совершенно невероятнейшие вот эти цифры людей из Китая, которые там за один стрим продают больше, чем весь российский иком за год. Да. Вот такие блогеры есть. Но они там не микро. Они там не микро. Нет, они не микро. У них миллиардные аудитории. Да. А здесь в России таких нет? А в России работают по-другому. Есть охватные блогеры, которые как бы лайфстайл-блогеры, где ты делаешь интеграции. И таким образом ты заявляешь о себе. То есть это условно охватная медийка и перформанс-медийка? Дело в том, что возможно же, возможно померить эффект этих охватных блогеров. В том числе это то, что мы делаем. Вот в Инстаграме, например, мы это делаем. Мы понимаем эффект блогеров, которые, вот как-то каких как раз-таки охватных, на продажу. Да, но вы не работаете с ним по CPA. Одно дело, что вы пост-эффект покупаете, но как бы ни один блогер не согласится с вами работать. Такой, наверное, скорее всего, пока что по CPA. Окей, и это нормально, и так работает. Понятно? Это, знаешь, Ярик всегда говорит, когда Ургант начнет продавать карты Альфа по телеку по CPA, вот тогда приходите, поговорим. Но пока Ургант не начал. Переходим к следующему блоку. Называется «Команда и какой ты руководитель?» А, нет, забыла еще спросить у тебя одно в ряде про агентства. Ты-то сам хороший клиент? Не токсичный? Ну, это надо агентство спрашивать. Ну, они-то как-то не скажут тебе. Ну, тебе скажут. Ну, мне... Можешь изменить голос, поставить эту плашечку черную перед глазами. Какие у тебя принципы общения с агентством? Всегда благодарить или не всегда? Ну, и так далее. Что ты за собой замечаешь? Ну, я надеюсь, что я просто, ну, вежливый достаточно человек. Я надеюсь, что я не забываю сказать «Здравствуйте» и «Спасибо». Надеюсь. Потому что быть невежливым – это очень плохо. Ну, а невежливым в корпоративном смысле. То есть, там, не знаю, не отвечать на идеи, не комментировать идеи, не говорить, что плохо. Ну, то есть, вот, просто требовать всегда что-то новое, ставить нереальные дедлайны и все такое. Ну, ты сейчас говоришь, и я вот думаю... Что ты плохой клиент. Нет, я реально думаю, если я так делаю, то это просто было бы очень плохо, если бы я так делал. Я надеюсь, что нет. Например, ты, когда ставишь задачу агентства, ты задумываешься, а хватит им времени или нет? Или ставишь те дедлайны, которые у тебя есть, поставленные или где-то сверху, или твои внутренние, и не задумываешься, а хватит вообще агентства на это время? В нашем бизнесе, к сожалению, все надо сделать вчера. И если я сейчас тебе просто скажу, ну, да, я думаю. Ну, думаю, но, с другой стороны, очень часто, практически постоянно, и я вот не знаю, почему, в нашем бизнесе все надо сделать вчера. Почему-то всегда очень мало времени на то, чтобы все сделать, все сделать как бы в размеренном нормальном темпе, чтобы люди не работали ночами или не работали на выходных. Вот такой у нас бизнес. Являюсь ли я одним из тех людей, которые это поощряет, и вообще причина этого? Я прям реально не знаю. Мне бы не хотелось быть таким, очень, очень не хотелось. Ты понимаешь, да, что отношения клиента-агентства всегда достаточно сложные. То есть агентство делает очень много работы для клиентов, и просто мне интересен уровень вас как клиента. Я очень уважаю всех, всех ребят, с которыми я работал. Они профессионалы и просто приятные люди. Кстати, один из плюсов нашего вообще бизнеса, что ты общаешься с очень интересными, приятными людьми. Я практически не встречал каких-то неприятных, скучных людей, с которыми неинтересно общаться. Я имею в виду из агентств. Я надеюсь, что я с ними работаю справедливо. Ты знаешь, что я у них спрошу? Спроси, пожалуйста. Я у них спрошу, да. Я же радуюсь за то, чтобы отношения клиента-агентства были всегда очень гармоничны. Если кому-то что-то не нравится, обе стороны могут сказать. Гармонично. Гармонично, это, знаешь, такая тем, что значит гармонично. Вот все как бы... Ну, то есть вы можете работать, вы можете работать в сжатых сроках и так далее, но всегда при этом оставаться в человеческих отношениях. Что всегда, если ты понимаешь, что агентство сделало для тебя что-то сверх, ты как бы в следующий раз их, там, не знаю, поощришь, поблагодаришь, скажешь им там, заметишь это, по крайней мере, а не как должное. И наоборот, когда ты там ставишь эти сроки, сразу пишешь, ребята, я понимаю, что сроки не очень нереальны, но давайте постараемся, это там не моя прихоть, и это абсолютно разный вайп, да. Одно дело сделайте, я жду, где мое предложение, а другое дело там, давайте, если мы команда, как ты говоришь, и вы работаете в одном бизнесе, то это совсем другое. Критикуют ли тебя, ну, в смысле, не критикуют, воспринимаешь ли ты критику от агентств, и делают ли они что-то, что там, например, указывая тебе на то, что так нельзя делать, там, наша экспертиза вот здесь вот так, и соглашаешься ли ты? Да, конечно, конечно, бывает. Часто? Я думаю, я думаю, да, я думаю, да, но совсем недавно был, недавно был PPM, и мне что-то сказали, я согласился, что это действительно, что это действительно так, ну, ты же не можешь знать вообще все обо всем, и в этом это совершенно бессмысленно. У меня есть определенная своя задача, где я должен, где я должен это сделать, и это я знаю. Для меня это главное задать, задать направление, для меня главное понять, что бренд правильно представлен, для меня очень важно убрать риски, о которых могут многие не подумать. вот, а что касается очень многих важных технических деталей, я могу, я абсолютно не должен этого знать, хотя я могу высказать мнение, а мне потом скажут, нет, это так не работает, или так невозможно сделать, окей. А в команде, вот ты сказал, что можешь к любому члену своей команды подойти, и напрямую ему сказать, ты не прав. К тебе так могут подойти? Постоянно. Твоя команда, ты и подчиняешь? Постоянно. Постоянно? Мы постоянно спорим, они мне постоянно говорят, что я не прав вообще, да. И что? Что происходит? Ну, пытаемся выяснить, да, иногда приходим, иногда я понимаю, что я не прав, иногда по каким-то вещам я считаю, что я должен настоять и просто сказать, ну, хорошо, я вас понял, я понял вашу позицию, я ее уважаю. Но будем делать так, как я сказал. Да, будем делать так, как я сказал, да, такое бывает. Сколько человек у тебя в команде? Одиннадцать. Это все креативно, ну, в смысле, люди, отвечающие за коммуникацию или за медийку тоже? Это люди, которые отвечают за коммуникацию, это люди, которые отвечают за медийку, это люди, которые отвечают за соцсети, это люди, которые отвечают за стримы и блогеров. Всего одиннадцать человек, это очень мало, на самом деле, для того объема, что вы делаете. Вы меня слышите, мои уважаемые руководители? Человек говорит, что это очень мало. Да правда, но это очень мало, мне кажется. для того объема работы, что вы делаете. Какая у вас атмосфера в команде, именно в маркетинговой? Какой ты руководитель? Что ты хочешь своей команде давать? Я руководитель функциональный, я считаю, рациональный. Для меня главный результат. И я знаю, что это часто неправильно, потому что если стремиться только к результату, то ты результата не добьешься. Надо понимать, что мотивирует людей, потому что только если им интересно этим заниматься, тогда они достигнут лучшего результата. И поэтому я с собой всегда борюсь. Я всегда сначала думаю, как нам это сделать, а потом я думаю не о том, как это сделать, а как это сделать. Что в этом для команды, для этого конкретного человека? Это мотивирующая задача или нет? Верит ли человек в эту задачу или или не верит? И это такой баланс, который прям дико тяжело держать, потому что, потому что постоянно нет времени, потому что нет времени прям сесть. На эмоции, да? Да, и нет времени вот сесть и перетереть и реально понять, а что беспокоит и как бы хотелось по-другому. И я понимаю, что это проблема, что нам помогает. Я считаю, что вот у нас все-таки есть костяк людей, которые вместе работают уже достаточно долго, для нашего бизнеса долго, то есть там два-три года. И мы просто по-человечески друг друга достаточно хорошо понимаем. И я надеюсь, там не обижаемся, если что-то происходит. То есть вы можете вместе сесть, порефлексировать над чем-то или нет вообще на это время? Иногда да, но для этого очень-очень редко, да, очень редко, очень мало времени, к сожалению, к сожалению, для этого. Но по-человечески я надеюсь, что у нас хорошие взаимоотношения в команде. У нас, кстати, почему? У нас же был опрос. Так. У нас же был опрос. Какой Олег Лебедев руководитель? Какой Олег Лебедев руководитель. И какой? Оказалось, что все не так плохо, на самом деле все так очень хорошо. Да? Да. Ну а у тебя какой стиль управления? Авторитарный, там либеральный, демократический? Ты какой? Есть какие-то вещи, которые я сказал, что так должно быть, потому что я считаю, что это моя ответственность. Прикрикнуть можешь? Нет, никогда вообще голос повысить. Прикрикнуть? Это что? Никогда, да? Нет. Ты так удивляешься, как будто в российском бизнесе руководители не могут себе вообще такого позволить? Ну, нет, я вообще никак не кричу. Матом сказать? Ну, обращаясь к кому-то там в эмоциях. Ну, как вырубать кого-то матом? Нет, конечно. В речи это иногда может как слово, которое помогает соединить, украсить, передать дополнительные эмоции, соединить два слова, которые по-другому не соединишь, конечно, но кого-то вырубать матом, конечно, нет. Вдохновить кого-то на что ты можешь? Вот прям вот занимать позицию как такого не только руководителя, но как наставника, ментора и так далее? Бывает, но мне этого очень сильно не хватает. Я понимаю, что мне этого не хватает. Потому что, чтобы кого-то вдохновить, надо прям реально погрузиться и подумать об этом. Так мало времени на это. Ну, то есть ты чуть-чуть такой поверхностный, на самом деле, с точки зрения эмоционального, да, вовлечения в команду? Поверхностный. Ну, не супер глубокий. Есть люди, например, есть мои коллеги, которые очень глубоко на эмоциональном уровне общаются со всеми. И это просто очень круто. Это очень круто. Вот мне бы хотелось так. А папы бывало, что не хватало? Конечно, бывало. Разумеется, всем хочется и папу, и папу, и маму. Но это было прям реально очень-очень редко. В каких-то ситуациях, когда, я помню, все дети, вот это у меня осталось в памяти, все дети пошли в поход со своими папами, а у меня папы нет. Вот это я запомнил, а дедушка не смог тогда пойти, потому что он на работе был, по-моему. То есть вот такие какие-то моменты, конечно, да, это не хватало. А девчонкам твоим сейчас, как думаешь, папа хватает, который там в Лондоне? Конечно, не хватает, потому что, знаешь, никакие там звонки не могут этого заменить, потому что когда ты еж... Это же нужно, чтобы каждый день быть рядом, чтобы помогать в каких-то бытовых мелочах, чтобы что-то быстро обсудить, чтобы куда-то поехать, что-то сделать, что-то помочь. Этого, конечно, не может хватать абсолютно. У тебя есть чувство вины по этому поводу? У меня есть дикое чувство сожаления. Сожаления. Вины, наверное, да, можно это назвать, назвать виной, конечно. Потому что меня там... Тебя просто там нет. Меня там просто нет, да. Ты никогда не хотел папе своему написать, найти его и поговорить? Почему? Понятно, что не существовало, но почему? Ну, он мне... Родили папу с тобой даже. Он мне не нужен, нет. Нет? Он мне не нужен. У меня в жизни было более чем достаточно родительской любви от моей бабушки и дедушки и любви, и совета. Мне это просто ни к чему. Семья для тебя что? Семья — это любовь. Без... Как это называется правильно сказать? Безусловная, да? Тебя любят, когда ты на пике, тебя любят, когда ты на дне. Тебя везде, тебя всегда поддерживают. Это люди, с которыми ты на одной волне, с которыми у тебя много общего. Вот. Но при этом сестры могут друг другу не понравиться, ты говоришь? Конечно. Конечно. Но это же совсем другое. Я же свою семью... Я выбираю свою жену. Потом... Потом у меня есть возможность со своим ребенком выстроить взаимоотношения так, чтобы у нас они в какой-то степени работали. Чтобы у нас были какие-то общие... Ну, сестры — это тоже семья друг к другу. Нет, просто это могут быть абсолютно разные люди. У меня не так. Вот две мои старшие дочки, которые выросли вместе... Они очень похожи стать. Да, и они большие друзья, они друг друга очень любят, у них все классно. Но на самом деле, я считаю, что это ошибка тех людей, которые думают, давай мы заведем, заведем там двоих детей или троих детей, потому что у них будут там всегда друзья по жизни. На самом деле, так очень часто не получается. Это просто разные люди, просто абсолютно разные люди, разными интересами. И все. Семья — это ресурс для каких-то свершений? Конечно. Конечно. Я считаю, что у меня лично... Это... Это... Не то, что причина, но один из фундаментов того, что у меня все получается профессионально. Потому что в семье все классно, поэтому все получается профессионально хорошо. Я так надеюсь. По крайней мере, я получаю от этого удовольствие. Вот. Если бы дома у меня было все как-то иначе, то я уверен, что у меня профессионально было бы гораздо хуже. Чему они тебя учат? Они меня учат не шутить по-идиотски. Вот. То есть, что, грешок такой имеется? Я постоянно, да. Постоянно шучу по-идиотски. И я стараюсь... Да, теперь я себя сдерживаю. Просто я понял, что мне надо шутить гораздо реже. И не надо по каждому поводу вообще и без повода шутить. Это, в принципе, не надо так делать. Это обе девчонки тебе так говорят? Да. А как они это считывают? В ваших разговорах ты можешь шутить по-идиотски? Или в компании? Да. Ну, в наших совместных разговорах они... Да. Есть такое выражение, that's joke. Типа шутка папы. Ну, это идиотская шутка, не к месту, не смешная, старперская. Зачем? Ты же нормальный человек. Современный. Да, следи за собой. Да, следи за собой. Прикольно. Да, этому они меня учат. Я очень стараюсь, да. Сдерживаюсь. Это правда смешно. Да, правда. В чем смысл жизни для тебя сейчас? Я живу вот реально сейчас в моменте. Так все классно вокруг. И лично, и на работе. Я просто получаю громадное удовольствие от того, что происходит вокруг. Я с оптимизмом смотрю в будущее, потому что я надеюсь, что все будет, по крайней мере, так же, как оно и сейчас. Может быть, даже лучше, но мне лучше и не надо. Мне уже и так очень классно, и я хочу, чтобы это продолжалось. А ты материально зависим? Или деньги на тебя не важны? Конечно, деньги для меня важны, потому что я отвечаю материально за кучу людей. В первую очередь. Вы пояснили, за сколько, да? Мне хочется думать, что мне не так много нужно для того, чтобы мне было достаточно. Я поэтому и на распродаже купил не так много, потому что люди там, кто у нас больше всего купил, кто-то 54 товара купил у человека на распродаже. Но у меня ответственность за очень дорогие, за самых дорогих людей. То есть тебе как будто бы самому мало что нужно, а окружающим ты готов? Ну, наверное, так. Я сижу вот здесь. А, ну вот я вижу 001. Да. А ты, кстати, вырезала эту печеньку-то? Ты знаешь, она у меня сломалась, да, в конце концов. Ты уже скорее мёртв, чем шесть, да? Ну, я её там лизал и пытался сделать всё правильно. Так, я обычно сажусь. Ты работаешь за ноутбуком, суть по всему. Rules of Alchemy. Ты вообще очень хорошо знаешь несколько языков, да? Да. Сколько? Ну, хорошо, я знаю английский, а так нормально знаю немецкий и греческий. Кстати, ты не рассказал, что ещё в Греции был. Я был в Греции, конечно, да. Сейчас мы про это поговорим. Хорошо. Что это за книга? Я её только начал читать. И, кстати, когда сегодня утром сюда приехал, думал, будет время, будет время почитать. Это книга о шуме в информации. Как люди воспринимают информацию, какой шум, какой шум получается, почему люди её воспринимают по-разному. Ты, кстати, в интервью русскому маркетингу сказал, что типа книги, зачем книги читать, пойдите лучше учиться. И ты всё-таки читаешь. Я читаю книги, да, да, да. Я так сказал русскому маркетингу? Простите, русский маркетинг. Ты профессионально, когда литературу читаешь или художественную тоже? Профессиональную, художественную, к сожалению, нет времени. Нет времени, да. Так, вот это та самая... А это, кстати, да, это вот остатки... Остатки, да. Так, о, в печати написано «прикол согласован, пользуешься?» Конечно. Или чисто ради прикола. Конечно, пользуюсь. И вот ещё так. Это что, скажешь, какое слово «прикол?» Ну да, или не «прикол», да. Прикольно, моя племянница, так говорит всегда, «прикол». Слушай, ты молодишься, короче. Мы так и не выяснили, сколько тебе лет. И не выяснить. Да в смысле не выяснили? Паспорт, давай посмотрим сейчас. Ну, вообще, ничего интересного за столом нет. Я вот только вижу доску, которую Wild Jam подарил. Я вообще иногда, да, серфлю. Вот, ну, как обычно, мало времени, вот когда-нибудь время тогда. Вот, и, друзья мои, смотрите, какая штука красивая. Видите, бежит заряд. Ещё красивый на магнитике. Мы с Олегом решили, что эту зарядку мы подарим тем подписчикам, которые оставят внизу комментарий и ответят нам на вопрос, какого следующего «Селеба» для рекламы Алиэкспресса вы нам посоветуете? Да, Олег? Да, спасибо большое. А будем оценивать за самое что? Оценивать, а оценивать, давай мы просто посмотрим на всё и с тобой вместе решим. И решим. Да. И мы подарим только зарядку или ещё что-нибудь? Можем подарить ещё что-нибудь. Ну, давай подумаем, что ещё можно подарить. Может подарить две зарядки. Слушай, а обычно все хотят плят-лаваш. А-а-а, хорошо. Да? Договорились. Короче, я договорилась. Да, сделаем плят-лаваш. Будет кайфовая зарядка, которая в темноте светится. Не знаю, видно вам или нет, но мы её потом подснимем. И будет плят-лаваш. Класс, договорились. Ну, только, пожалуйста, будьте, ну, сознательны и пишите. Вообще много вариантов. Можете в одном вариа... в одном комментарии написать хоть 10 штук. Вот, я тоже поучаствую, у меня есть пара идей. Не всё же Галкину петь. Почему? Тогда ты последний раз плакал? Ну, вот, когда не полетел к дочке. Прям плакал? Конечно. Прям в аэропорту стоял и плакал? Ну, я не стоял, я ушёл. И прям плакал? Ну, прям плакал. Но это Бена. Что для тебя сейчас самое важное по итогам этого разговора? Может быть, по итогам этого года, который уже заканчивается? Ну, или, может быть, вообще что-то жизненное. О чём ты хочешь сказать нашим зрителям? Чтобы они вдохновились, чему-то научились и порадовались за тебя и за нас. Можешь подумать. Я скажу о себе. Да, пожалуйста, вообще всё, что угодно. Что для меня... Всё, что угодно. Что бы я хотел, чтобы у меня случилось в следующем году. И, возможно, это вам тоже зайдёт. Мы все очень много работаем. У нас всех очень много обязанностей. Мы обязаны на работе, мы обязаны дома, мы обязаны друзьям. Я желаю всем и желаю себе в следующем году, чтобы мы находили что-то для себя. Вот только для себя любимого. Чтобы это было интересно, чтобы это штырило, чтобы это было что-то новое, чтобы можно было узнать, чему-то научиться. И на это не должно уходить много времени. Не надо никого забывать. Не надо забывать работу, не надо забывать семью или друзей. Но пусть будет вот эта вот небольшая отдушина, где это только для вас. Вот мне, например, ребята из команды на день рождения подарили сертификат, чтобы научиться играть на пианино. Я когда был маленьким, я учился, а потом забросил, потому что футбол любил больше. А сейчас мне очень хочется научиться играть на пианино. И я так прям жду, когда я смогу вот наконец-то этот сертификат использовать и начать играть на пианино. Класс! Найдите что-нибудь такое для себя. Сыграешь нам на гитаре? С удовольствием. Неси гитару. А пока, друзья, Олег пошел за гитарой. Я вам напоминаю, что вы здесь можете подписаться. И вас уже очень много. И я рада с наступающим вас Новым годом. Класс! Люблю вас. Пусть ваши каникулы пройдут замечательно, и вы найдете для себя то, о чем говорил Олег. Садись. Давай. Я даже не знаю, что тебя попросить сыграть. Ты, наверное, сам знаешь. Я сам знаю. Так надо посмотреть, как гитара настроена или нет. Давай. А ты умеешь петь? Делаю меня петь. Слушай, надо ее настроить. Долго? Ну, где-то минуты две, наверное. Ну, настраивай. Выступает Барт Песенник, Алиэкспресс Россия. Олег Лебедев. С композицией «Распродажа на Алиэкспресс». Я на Али, ты на Али, мы на Али все купили. Распродажа на Алиэкспресс, на Алиэкспресс, только на Алиэкспресс. Распродажа на Алиэкспресс, только на Алиэкспресс. Браво, друзья! спасибо лучший просто лучший следующий раз концерт на нашей вечеринке с удовольствием учить другие песни пожалуйста хорошо